Ангел Душка Наденька Душка Ангел Верочка, ты спрашиваешь, веселилась ли я на праздниках? Очень-очень очаровательная моя. Была и в театре, и в собрании, и на елке, и танцевала, как сумасшедшая. Два раза маскировалась, три раза каталась на тройке, словом, совсем закружилась. Так что папаша говорит, что теперь до Масленицы никуда нас с мамой не отпустит. Из архивной переписки видно, Душка Ангел Верочка и не скрывала, искренне завидуют подруги. Ведь в старой губернии Оренбург был центром светской жизни и увеселений. Самые пышные и блестящие балы устраивались в губернаторском доме. Там были и фейерверки, и общество, и примеры для подражания. Не все далеко жены знатных каких-то чиновников жили с ними. И поэтому, когда они приезжали, например, посещали своих мужей, то проводились такие большие пышные торжества. И, конечно, они были законодательницами мод. Но по-настоящему волнующими для барышень были балы в дворянском собрании. Там шика и блеска было поменьше, зато заманчиво блистали и палеты. И девичьи сердца замирали во время вальсов, полик и мазурок. Прежде всего офицеры, те, которые любили танцевать и любили карточные игры. В общем-то, эти люди еще были недостаточно знатны и не могли так легко попадать в знатное общество. А вот именно там, в дворянском собрании, это была, конечно, элита. Хотя оренбургские балы были весьма пышными и похвастать изяществом они долгое время не могли. Но, например, главным блюдом на светских раутах были пельмени. А вот игристая вошла в моду только во второй половине 19 века. В воспоминаниях многих губернаторов речь идет о том, что шампанское, в общем-то, не подавалось, потому что его вкус многие не понимали. А вот уже к 60-м годам, когда общество стало более светским, уже вот вкус шампанского распробовали. В Оренбургском архиве сохранились афиши маскарадов. Все, как теперь. Вход платный, но дамам скидка в полцены. Это развлечение вроде и не бал вовсе, но под масками скрывалась самая разная публика. Правда, и нравы на маскарадах царили весьма свободные. И даже пишут о том, что дамы за рюмку водки могли открыть лицо. Впрочем, есть одно маленькое обстоятельство, которое извиняет легкомысленных дам. Дело в том, что главным сезоном проведения маскарадов была зима, а устраивали их не где-нибудь, а на Беловке. Здесь выставляли большой деревянный павильон и считалось хорошим тоном, если температура в нем достигала 0 градусов. В общем, хотя оренбургские балы и маскарады не гремели на всю Россию, можно не сомневаться, наши предки умели развлекать себя не хуже других.